вот наконец-то мы в торговом центре спустя две недельки поставили ну байк свой здесь первый раз идем в торговый центр называется ну так как-то джим баран так мы на каком-то этаже наверное с учетом того что есть ground flow мы на втором этаже тебя написано на первом ухты здесь как красиво а нам что надо нам толком то ничего не надо просто пробежаться посмотреть если знают суши поесть хочешь можно суши поесть а вот наташ там он морепродукты наверно может и устрицы есть ты же хотела все устриц попробовать вон суши тэй суда суши ты считается во всей азии название как она называется марка не марка короче вообще азии суши ты этот есть готовят там шикарные суши можно туда попробовать сходить я пока еще не голодные но можно сходить попозже ну я бы взяла вот этот салмон сколько такой стоит ролл мы с 8 нормально в принципе еще взять они он видишь катается у них и берешь когда они подъезжают к тебе уже то есть ты любой выбираешь но там наверно заказ можно делать поэлектронно может быть или нет под ее нужно ли это это не для средних умов нам будет трудно с этим но я думаю мы с этим гитара с этим справимся тут даже есть он кинотеатр синеполис называется снима синеполис но тут и дальня надо пойти наверно первый этаж вот украшения продают да вот сумочки надо общую вывеску какой-то поглать тут получается везде одна еда одна и дальня ну вот какой то еще маркет есть наверно чтобы зайти туда нажать нажмешь зайдешь пойдем посмотрим это чисто маркет это рынок как рынок множество сыров кстати сыры у них не такие уж и дорогие примерно цены одинаковые соотношение с даже он есть соленые огурчики оливки есть а вот и колбаса смотрим хамон наш любимый хамон а где хамон я не вижу пока не знаю вот куда надо было сразу идти за хамоном это чего там хамон кому-то нам до ценник это типа нашего бахитле наверно все это дорогой я думаю в колумпуре мы найдемся подешевле он даже сало есть вот мясо стейки курица вода можно купить курицу прям цена не указана почему вот шума я не вижу 70 тысяч на курочку 400 рублей нормально а вот у них посмотрите стейки прям ребай 75 тысяч 100 грамм вот еще какие ровно вы любите это фудкор такой здесь видите люди сидят столики здесь заказывают берут карточку так же как стоила идет к скалу туристам виксируешь нет но все равно надо деньги на карточку положить сначала рассчитываться они считают и карточку я думаю а вот они фруктики давайте глянем что там у нас с фруктиками ну и с выпивкой конечно интересно посмотреть как обстоят делишки ухты тут даже бар у них есть и не один три бара мне нравится такое заведение вот дурианчик мы брали за 40000 интересно сколько здесь стоит такой дуриан двести сорок две тысячи офигеть но он побольше конечно но мы брали такой соразмерно скажем тогда ну сколько здесь цена сейчас не вижу даже 297 ну дофига и манга за 100 грамм 8 888 тысяч стоит килограмм манга нарезки сырные что ли 75 этот сырный я так вижу что манга 88 тысяч стоит за килограмм но это наташа примерно 6 долларов 5 с половиной долларов цены очень здесь дорогие ну вот соки соки цены смотрите в принципе тут они нормальная цена 2 долларов берешь обжариваешь булки с салатом выбор хороший здесь конечно пепси колы нету правда опять же сказали пепси колы нет потому что не договорились с заводом пепси колы поэтому его нет криви тус и 20 рублей но и они это не вареные 2 доллара стоит 120 рублей 34000 там подешевле но и самое главное сколько десяток яиц стоит вот они как раз по 10 1 не фигасит рублей 66 это же вот я самую дешевую цену 31 это 2 доллара самый дешевый ровно 2 до 2 2 доллара это 180 рублей на 6 умножать на это мы в россии не показываю у наших да я не сто восемь ну вот картошка это же батат это пишут и что же хотя это батат мне кажется я не замужки ошибаюсь для нас это ну мы такой не едим нас в россии такой а вот я наверно подешевле лишь куда-то упаковочка такая незрачная он картофан как у нас он наверное здесь вообще космос стоит они он так что у нас с луком непонятно он триста тридцать пять тысяч два доллара картошка стоит за килограмм надо цена другая это что масло подсолнечное оливкой 159 тысяч очень дорого 10 долларов за банк почти тысяч рублей кокосово тоже 600 рублей это больше десяти долларов я просто говорю что разнообразие подсолнечное да наверно семечки ну да да 86 почти 5 долларов половинкой вот есть где-то я тут видела из грецких орехов масло 180 это что у нас цветочки какие-то это лёд пошли тут же вот можно какие-нибудь консервы взять вот то нет туна 27 тысяч стоит меньше двух долларов меньше двух долларов туна стоит разное слушай я бы знаешь что я вам пиццу взяла пиццу фарш за 100 грамм два доллара колбаски от цепи куриная печень стоит 10 руби 60 рублей получается 60 рублей маленькая 20 смесь там и сердечки а вот ножки куриные куриные ножки чуть больше доллара стоят 320 грамм филе я смотрю за килограмм 152 тысячи ну вот написано 8000 за 100 грамм 80 тысяч стоит это 5 долларов ровно 5 долларов и дешевле чем у нас а вот рыба уже готова и не касались кусочек а вот он то нет 42 тысячи за 168 грамм это пароль когда семка салмана для семка переводится здесь же вот наборы можно взять 60 тысяч вообще нормально смотри 60 тысяч наборчиков тут как это непонятная жареха вот это что такое жаре ну вот можно и читать нет пойдем мы хотели с тобой еле наташа утащил оттуда как она увидела булочную горит хочу булки хочу пироженки пиццу там некрасивая зато там красивые сэндвичи продавали и тарталетки всякие разные да что нам нельзя так мы были на этом этаже зачем сюда пришли есть а я думал ты хочешь там сингапурскую еду еще посмотреть там он написано сингапурской улице помимо меню вот этой сушитые можно смотреть и брать вот эти чашечки которые проезжают и зависимости от цвета чашечки здесь указана цена да допустим вот красная чашечка 48 соток до любой мужик да вот 25 вот это стоит вот она красненькая ну то есть это блюдо чтобы не путались потом по тарелкам буду читать посмотрят какие тарелочки вы съели и соответственно но они разберутся я не знаю так что можно здесь заказать и можно еще по тарелочкам взять отсюда я все наверно такую возьму salmon cheese roll из семги всем глаз сыром роллы но цены совершенно разные вот royal soft shell roll нори в принципе цены такие не демократичные скажем так ну можно разориться я думаю вот я хочу попробовать да давай возьми ты себе вот так вот чтобы удобнее было я палочками вообще есть не умею если честно буду час экспериментировать вкусно вот приятного аппетита это не на здесь вот такое все вкусное пока мы сейчас будем свой заказа ждать а мы еще заказать а мы еще заказаем сейчас нарубаемся этих наверх ладно ну вот у меня получилось палочку взять научился бои меня главное закрепить если уберу придется мне так и сидеть чтобы не развалилась можно потом пустую тарелочку туда поставить а мошенниство вот это еще очень вкусно и это имбирь когда эти капуста это имбирь катеров бомба обалденную дрова ступу съешь да обычный имбирь у нас такой же как дается ничего особенного блин а я не могу захватить папа я широк вкусный очень вкусно еще самое главное нам рода не принесли не прошло и пяти минут наташа дамплинги дали а у него к первым это геодзо называется или нам написано дамплинги там написано все не спорь со мной дал дамплинг значит дамплинг а дамплинг дамми один к дамплинг папа буду пробовать тоже это чувствует да с креветкой бери сейчас будут дамплинг есть пельмень дьется наташа называет а вот это не очень горячая сейчас буду пробовать креветы который наташа не понравился я надеюсь мне понравится вот это сверху посыпка какая-то своеобразная но мне нравится как будто ну не знаю креветку что ли по это да и капуста это вкусная вообще она у нас не такая у нас она вообще не безвкусная да 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 это я заказал это рыба да это все завернутая получается грибочек красиво сейчас будем пробовать тоже ну все смотри буквально пять-десять минут еще мне кажется вот зеленая вот наташка коктейлища теле ресторан вообще обалденный суши ты очень вкусно все очень вкусно еще осталось наташ попробовать вот этот коктейльчик а мне осталось попробовать вот эти не знаю как суши на душа мне еще роллы принесут с мясом и сыром коктейльчику я познаю чего-то на что пока на рыбу с грибами но вкусно ты попробовала с манго с клубника и со льдом на да ну давай нам еще одну порцию ролл должны привезти ну таки рыбка вообще обалденная возьми вообще классно ну порции конечно дорогие вот такая порция 85 косарей стоит это считаю что 5 долларов с половиной где-то примерно вообще классно очень вкусно да салман семга очень вкусно очень вкусно рыбка салуза вернули рыбе салуза грибы грибы оно все теплое но вкусно действительно вот так вот еще да верь салатик наташи принесли это что за блюдо это мясо внутри сыт это нам с тобой это не ядно ну давай кушаем пробуем снимаем пробу вокруг тарелочки у нас катаются катаются хотят чтобы мы их съели тоже нет хватит мы уже объедемся я начну с морковой ну ты начинай с морковой а я начну с основного блюда а ты не мокаешь раз я научился уже палочками орудовать ну давайте необычно внутри сыр горячий очень вкусно снаружи получается панировка мяса а внутри в самом сыр да классно очень вкусно попробуй ништяк да это как маленькая люля-керба нет вкусно это как маленькая котлетка с сыром да как маленькая киевская котлетка все мы все съели полностью было очень вкусно сейчас нам как раз принесли счет четыреста тридцать девять тысяч как я уже говорил посчитали они посчитали сюда двадцать семь тысяч это на лук и еще сервисный сбор тридцать девять а или наоборот тридцать девять не предлагают тебе этим рассчитаться нет я так не умею а еще есть ли программа установлена ЮНИМ нет такого Наташечка у меня интернета нету Наташечка ой слушайте я вообще таких блюд даже некоторых вообще не ела вот как вот эта вот говядина с сыром внутри я вообще не знаю гёдзе как бы раньше мы ели нам нравилось это подержи пока не рассчитаюсь короче салмон вот этот вот рыба получается и внутри грибочки очень вкусная и говядина внутри сир и сверху панировка это тоже акции короче мы поднялись пытаемся рассчитаться картой ЮНИОН ПАИМА и вот не скажу и вот так происходит процесс оплаты прокатит или нет прокатило все классно окей суксима мавали все уходим отличный ресторанчик объелись мы это лучше намного чем тот ужин который был у нас на берегу на пляже джим баран потому что там но сейчас нам рыбу дали три сосиски три сосиски три сосиски три кривитосины и все больше ничего все сейчас глядим лиценник был да короче что то с морепродуктами тут напутано ну или мы не знаем где ну и здесь еще такой внизу фуд корт можно мороженка взять и здесь вот какая-то группа выступает решили еще мороженка поесть давай давай возьмем какое хочешь манго манго да ром рейсер дейсбери выбирай да взяли по мороженку за два мороженка 10 долларов подали вот такие здесь цены расценочки и посидим здесь пока понаблюдаем за звездами за фонтанчиком и за посетителями ну и как уже завелось каждый вечер мы заезжаем в магазин пипита и берем себе какой-нибудь аперитивчик причем смотрите доллар так сильно упал был по 16 а уже 15 575 такие цены а взяли мы местный какой-то аперитивчик бутылочку сейчас попробуем о да кальян запах такой и стоит 300 косарей кальян шиша wood drink вот смотрите какая бутылочка не знаю что это такое написано водка с чем-то сейчас буду пробовать надеюсь выживу но она осталась последняя бутылка значит многие разбирают там еще две разновидности были было скола и какой-то черной смородины но эту разбирают лучше сейчас поэтому посидим на балкончике на нашем любимом балкончике ну водичку дали может еще искупаюсь не знаю что у меня ухо болит то ли продул то ли туда вода попала короче и отдает на пол башки кстати непонятно ладно посидим сейчас помозгуем что завтра делать будем ну что налил я себе такого аперитивчика ньюпорт называется ньюпорт можете загуглить пахнет очень вкусно я даже запах вкусный знакомый вкусно ну какой-то жвачкой крепенькая штучка такая приятно пьется боюсь для сегодня я ее одну не выпью потому что Наташа купила себе бутылку пила хотя на двоих вот этой штуке было бы вообще классно придется завтра на новое место ее брать потому что завтра мы переезжаем переезжаем в район Кату называется там наша крайняя ночь будет и послезавтра мы улетаем уже в Куалумпур так что вот подошел к концу наше пребывание на этом острове чудо острове ну я думаю пока буду в аэропорту может быть послезавтра наверное да послезавтра подведу итоги расскажу сколько на что мы тратили стоит ли сюда вообще ехать по сравнению допустим с тем же Таиландом да где лучше где хуже что дороже что дешевле но об этом я обо всем расскажу ну а пока мы все наверное маленечко сейчас снотворного бахнем и будем спать уже а завтра с утра еще съездим на пляжик покупаемся так что всем спокойной ночи которые и выясняли как на этом подойдет но но не